Этот город слишком мал для твоей любви, так мал для твоей любви. Так мал для твоей любви, этот город слишком мал для твоей любви. Дом может любить сильнее матери. Никто. Но иногда любовь становится болезнью, когда не дает, а требует. Анна вложила всю душу, всю свою жизнь в воспитание детей. Но они выросли, разъехались и не спешат возвращать материнскую любовь обратно. Они плохие дети или Анна плохая мать? Однозначного ответа нет и быть не может. Очень много, возможно, недосказанного, непонятного. Здесь есть простор для зрительского восприятия, зрительской интерпретации, и индивидуальной интерпретации этого материала. Это очень интересная пьеса. Она не дает, знаете, она не дает ответов на все поставленные вопросы. Пьеса французская, сцена абхазская, театр русский, а темы одни на всех в этом мире. И вечные. Любовь, ненависть, жизнь и смерть. Меняются только способы их выражения. В этом спектакле, чтобы описать весь спектр чувств героев, понадобился хореограф. Актер доносит до зрителя не только словами, но и своими действиями. И это был очень интересный опыт. И я думаю, что готова еще поработать и испытать себя в таком, так скажем, направлении. Декорации, способ размещения зрителя относительно сцены – тоже важный художественный прием. Публика оказывается за сценой, а зрительный зал – продолжением пространства спектакля, непознаваемых глубин человеческого разума, где блуждает главная героиня – мама. Какой-то контраст того, что находится прямо, грубо говоря, перед носом у зрителя на аванс-сцене. Мы видим это очень подробно, с какими-то мелкими деталями. И далее мы видим открывающуюся глубину пространства, пустоты какой-то. А также, для меня, во всяком случае, взгляд зрителя изнутри коробки сцены – это довольно нестандартное такое положение. И это способ, да, посмотреть, наверное, заглянуть по ту сторону занавеса не только театра, но и вот этой семье, о которой идет речь. В планах у Русдрама не было постановки этого спектакля. Богатые премьерами сезона, насыщенные гастролями программы, казалось бы, уже ничего не могли вместить, рассказывает Ракли Хинба. Но Минкульт России сделал театру предложение, от которого тот не смог отказаться. Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский, человек очень деятельный. Он очень много делает для того, чтобы выпускники ГИТИСа имели возможность проявить себя на начальных стадиях, в начальных порах, еще даже не окончив вуз. И вот такая программа была придумана, Министерство культуры ее поддержало. Росконцерт по поручению Министерства культуры ее реализует. И когда нам предложили участвовать в этой программе, конечно, мы согласились. И вот в июне мы постарались каким-то образом сделать так, чтобы и гастроли провести, 10 дней мы выезжали на гастроли, и этот спектакль мог появиться. Для актеров было особым удовольствием работать над непривычным для их репертуара спектаклем. Наталья Папаскири, сыгравшая главную роль, говорит, что эта работа была для нее не только любопытна, но и полезна. У нас жизнь очень активная, такая она стремительная, суетная, и мы переступаем через многие вещи в быту. Мы не обращаем внимания очень на многое. Мы постараемся здесь как-то немножечко вас в эту сторону повернуть, чтобы мы все с вами задумались, чуть-чуть в себя посмотрели, на своих близких повнимательнее. И открыли для себя довольно многое. Режиссер Евгений Закиров и его подход к работе также поразили актеров. Евгений, тоже интересная работа с ним. Этот молодой человек, который 27 лет, иногда так смотришь на него, когда начинает, как будто у него не 27 лет, а как будто он на моменте прожил больше, чем я в этой жизни. Хотя я два раза больше у него прожил. Час двадцать идет спектакль «Мама». Совсем немного по времени, но достаточно, если считать не минутами, а эмоциями. Наверняка каждый найдет здесь свое. Если ты ласковая мать или сын-бунтарь, а может ты мать-карьеристка или нежный ребенок, а может быть ты неверный муж или врач-психиатр. И даже если у тебя нет детей и диагнозов, у спектакля есть крючок, чтобы поймать и твое настроение. Субтитры создавал DimaTorzok